Валерий Николаевич, как обычно, когда нет заседаний в большом зале Регикогу, мы начинаем передачу с выбранной вами темы, какой-то политической, как всегда, в наших передачах. Что вас на этой неделе заинтересовало, о чем бы вы хотели рассказать? На этой неделе была достаточно, я бы сказал так, для меня лично была достаточно интенсивная, поскольку во вторник был достаточно интересный, я хочу сказать, очень такой насыщенный семинар с наших коллег, или точнее сказать партнеров по договору, а точнее сказать приезжал директор музея Пушкина на Мойке-12, и Сергей Михайлович Некрасов и со своим помощником, сотрудником провели великолепный семинар, где, я думаю, что те, кто посещал, это и преподаватели школ, и музыкальные, художественные школы, и общеобразовательные школы получили наверняка очень интересную информацию. Это первый вопрос, которым бы я хотел. Второй вопрос, который мы рассматривали с господином Владиславом Петуховым, я не могу никак привыкнуть его к новой фамилии, поэтому пока будем говорить о руководителе биобувастуса, конечно, связанное с перспективой работ, которая связана с уруской частью города Кохлоярье. Как известно, тут два таких вопроса, о которых я бы хотел тоже доложить, потому что, к сожалению, надо сказать честно, что вот Риги Ханки первый, то есть конкурс на проведение работ, несмотря на то, что на эти работы, я имею в виду проект, который дал бы чистую воду в уру, а не так, как сегодня из двух глубинных скважин, в которых качество воды, к сожалению, в последние годы не отвечает требованиям. Хотелось бы вот этот проект уже в прошлом году завершить к Новому году, но он не удался, поскольку фирма, которая представила лучшие показатели для проведения вот этой работы по обустройству водной трассы и канализации и присоединения, подсоединить вот эту всю машину жизни, которая связана в уруской части города с основными частями, я имею в виду Ахтме, Йохве и Кохлоярье, не удался, потому что пришлось расстаться после долгих переговоров, я свидетель этого, после долгих переговоров, всевозможных поисков компромиссов для того, чтобы все-таки решить фирма, просто-напросто решила, что она будет играть по своим правилам, естественно, на это нужны были деньги, на это дополнительные причем от существующих, на это надо было заказать новый проект, потому что вот та трасса, которая им предлагалась в Риге-Ханке, она ему не устраивала. Ну, бог с ним, с этим прошлым проектом, теперь проект практически пришло шесть фирм, которые достаточно известны в нашем государстве, я хочу сказать, что вплоть до того, что там в этом конкурсе участвовала и мерка, сами понимаете, что это солидные фирмы, которые могут, для них вот этот чуть более миллионов, проект это не такой же по объему большой, поэтому вот сегодня я могу сказать о том, что сейчас уже фирма, которая получила одобрение от комиссии Биопу Астуса по цене этого проекта, сегодня названа, и сегодня по закону нам надо подождать две недели, то есть я думаю, что в районе 15-16 числа мы уже, наверное, можем объявить о том, что новый тендер подписан и до 8 октября эта работа должна быть завершена. Но технически она не такая сложная, просто это 7-8 километров, во-первых, трассы, во-вторых, вот перекаченные станции, которые будут на этой трассе установлены, поэтому вот этот, мне кажется, такой большой момент, конечно, из этой недели. Ну и с удовольствием, или точнее сказать, такой каким-то вопросительным знаком я ждал, поскольку была информация о том, что будет выездное заседание правительства, в четверг в Нарвии ждал, что же будет в конце концов принято, поскольку о ситуации, скажем, и в горной промышленности нашего государства, и не сланцепереработки в последние месяцы предложение было выше, наверное, возможности нашего правительства, и, конечно, я ждал решения правительства именно по ситуации, которая складывается именно с нашим регионом, поскольку еще греха таить, большие предприятия практически основу составляет сланцехимия, обычная промышленность по сланцу, и поэтому то, что эти итоги правительства приняло, для меня было очень важно. И я буквально взял из интернета практически сообщения которых, потому что денег, время, так, собственно говоря, было мало, и взял даже себе, честно сказать, выписал, что же оно предлагает, если вашему вниманию это интересно, то вот давайте мы посмотрим, что само по себе выездное заседание, ну, мне кажется, что здесь больше пафоса, поскольку вот мы приехали к народу, получили аплодисменты даже, премьер-министр сказал, что ведь мне нигде после конференции, журналистской конференции не аплодировали, здесь даже народ аплодировал, я просто хотел сказать, что живет на северо-востоке, сидит, живет достаточно, и так, в плане интеллигентности, достаточно доброты, хороший народ, поэтому вот эти аплодисменты, я думаю, это не просто дань вежливости, а это сердечность для того, что приехали, что пытаются все-таки найти вопросы, которые связаны, связаны конкретно с положением дел на северо-востоке. Ну, вот конкретно по решению правительства, плата за ресурсы, то есть налоги, ну, будем откровенны, что государственное казнание дополучит какую-то сумму, да, в зависимости от того, сколько мы будем доставать из-под земли, 15 или 20 миллионов тонн, значит, эта сумма уже не придет в это. Налог на загрязнение окружающей среды, то есть вернуться к тем параметрам, которые я не буду сейчас цифры называть, потому что надо посмотреть, что же было в 2009 году, немножечко, наверное, в долгу буду, но я думаю, что за следующую неделю мы это посмотрим, и я тогда могу сказать, может быть, конкретно, да, цифры которые, но тем не менее, при всем моем уважении, я не могу сейчас судить об инвестициях, которые были связаны, скажем, в работу по предотвращению загрязнения окружающей среды, есть энергия, но я знаю, что цифра, например, Виру Кемиогрупп, она где-то между 90 и 100 миллионов, только не на производство, а на именно эти задачи, она где-то около 90-100 миллионов. Большие деньги. Я могу тоже констатировать, когда в 90-м году, посещая Виру Кемиогрупп, достаточно было сложно даже по территории. Сегодня это совершенно новая территория, сегодня современные условия для работы, сегодня не те резиновые сапоги, которых часто приходилось даже использовать, чтобы по территории и посмотреть, достаточно было сложно, сегодня это еще раз повторяю. Но ведь если остановить эту машину, благо того, что было принято решение до 1 января 2018 года, вот эти условия, но если остановить машину по загрязнению и дать возможность послабления в этом отношении, то я вам хочу сказать, что это может быть несколько выйти другим, скажем, или в другой форме. Это здоровье людей. Поэтому здесь надо тоже очень внимательно, несмотря на то, что конкретных вопросов не было, было дано поручение правительствам, правительствам министерства охраны окружающей среды и социальной посмотреть этот вопрос. Но вот с этим как раз надо очень, мы несколько, скажем так, ослабеваем эту работу. Это не хорошее, с точки зрения человека, живущего здесь, это не очень хорошее, на мой взгляд, показать. Ну и вот уже правительство подтвердило о том, что госбюджет недополучит 50-40 миллионов евро. Ну, давайте скажем честно, что, может быть, сразу можно было в прошлом году, где когда начинались, помните, осень, особенно осень, Виру Кемиогрупп, позапрошлым, простите, уже теперь году начиналась все это эпопея, может быть, эти 40 миллионов стоило бы сразу дать на это возможность, а не ждать, например, или закупать на эту сумму. Помните, все эти военные сделки почему-то крутятся вокруг 40 миллионов. И вот здесь 40 миллионов для меня тоже намывает, насколько это правильно подсчитано специалистами. Мне кажется, что просто, ну, пусть останется на совести так. Так, дотация для предприятий, вот по созданию рабочих мест. Вы знаете, мне вспоминается, что это не первый вариант, когда создаются рабочие места, пытаются создать рабочие места, и вот приглашают работающих на этот, государство предлагает, что вот от государства обучение кадров, которые будут работать, а с другой стороны, 365 дней, то есть на один год, выкладывается нам в том, что брутозаработная плата 50% у этих людей, которые на новые рабочие места придут, 50% будет доплачивать государству. Неизвестно, какая будет эта сумма, раз. Во-вторых, я еще невнимательно почитал о том, что интервью, высказывания Владимира Алексеева, который, ну, профсоюзный лидер, в Нарве не один год, он уже говорил, что это относится к добросовестным руководителям предприятия, потому что если вы берете работу человека, государство подготовило, оно у вас отработало 4 месяца, которые в качестве испытательного срока, и потом можно сказать, до свидания, я беру нового. То есть эта машина, мне кажется, что это не очень надежно. И пятый вопрос, который я отметил вот в этом правительственном сообщении, и всем, что будет, это ходатайство денег из Европейского Союза на переобучение. Ну, простите меня, у нас сегодня, ну, может быть, может быть, Европейский Союз посмотрит на эту проблему, даст, но у нас сегодня ведь три профессионально-технических, ну, мы говорим так, то есть центры, да, по профессиональной подготовке, и в Нарве, в Селомяе, и в Кухлее, в Ифе. Поэтому сейчас, мне кажется, что говорить о переобучении, это какой-то такой тоже аморфное, мы скажем, и дополнительное обучение безработных. Давайте будем переобучать, мы страдаем этим. Мы будем переобучать, мы будем готовить, а куда человек пойдет работать? Если сегодня нету дополнительных мест, ну, вот видите, те предложения, например, пустить те, кто работал в высоко квалифицированные, профессионально подготовленные люди, которые работают на установках по переработке сланца, например, да, и, скажем, этого человека переобучить за какие-нибудь там три-четыре, может быть, месяца, пойти в максимум работать, скажем. Я с уважением отношусь к людям, которые целый день вот встречают своих посетителей, оформляют акт купли-продажи, собственно, товара на кассе, но дело в том, что и этих мест не так много. Поэтому сегодня надо создавать условия. Мне кажется, вот если подводить итоги правительства, мне кажется, что, я вам выскажу свою точку зрения, что вот то, что произошло в четверг с выездной правительства и вот эти темы, о которых мы сейчас говорим, это темы, которые и решения, которые бьют по хвостам, по хвостам ситуации, которая уже у нас сегодня сложилась. Задача правительства заключается, на мой взгляд, в том, чтобы предусмотреть, чтобы именно вот таких моментов не было. Несколько моделей сформулировать, поставить на бумагу, сказать, а вот у нас может получиться, такое-то количество будет без работы, а вот у нас будет. Мы же знали, не первый год знаем о том, что цены на нефть, практически, посмотрите, там, с 80 долларов за баррель упало, там, за 30. Сейчас вроде как тормознулось в последнее время, в связи с тем, что начинается, среди стран ОПЕК, начинается и идет работа, по 20 марта, по-моему, у них будет большое совещание, идет работа, потому что, чтобы прекратить, собственно говоря, вот рост добычи нефти. Это играет на какой-то, сейчас играет на повышение, некоторую роль на повышение на бирже, на повышение цены за баррель нефти. Но мы же знали об этом. Почему не предусмотреть это раньше, до тех пор, пока вот позапрошлым году, еще раз вернусь к тому, как бывший руководитель Юхаттуса или правления, вступ на Веру Кемиогрупп, официально от имени Веру Кемиогрупп, поднял вот этот вопрос на уровне государства, почему мы об этом. Здесь, конечно, доля есть и правительство, но вы знаете, что сегодня Центристская партия находится в такой глубокой оппозиции, и невозможность выхода с какими-то явкими предложениями по всем вот этим ситуациям, что вот такие выезды правительства в Нарву, в Веру, оно не помогут. Не помогут. Мы просто будем констатировать. Как констатирую, факт, например, того же самого африканской чумы, собственно говоря, по животноводству, оно продолжает. Оно некоторое имеет спад, но все равно продолжает. Может быть, стоило бы, как в Белоруссии, которая приняла решение отстрелять, например, всех кабанов, никакой продажи, все, что будет застрелено в лесу, никакой, все в утилизацию. По одной простой причине, потому что тот человек, который потоптался вокруг больного кабана, пришел в свой же хлев, в свое личное имущество, к своему личному имуществу, и занес вот эту заразу, занес к своему, принес к своему кабанчику. Поэтому, может быть, какое-то обратное нужно было другое делать. Вот для этого и существует правительство, чтобы предусмотреть, а вдруг в таком варианте будет это, а почему у нас может случиться это. А все сегодня, что более того, однотонна сланца, вот теперь мы говорим за ресурсы МАКС, будет 0,27 центов за тонну, то есть будет оплата природоохраны, я сказал, что я посмотрю. Поэтому, с другой стороны, опять же, вот по этим решениям мед виноват. Но никто не виновен. Вот в ситуации, в которой все разводят руками, все красиво выступают на пресс-конференции, и мне кажется, что условия для бизнеса, вот это характерные условия для бизнеса, потому что мы знаем, что в мире денег ходит очень много, и они приходят туда, где есть условия. Помните первые предприятия, которые прошли, когда Эстония вместе с Мартом Ларом объявила о том, что вот у нас либеральная экономика, которая существует. Посмотрите, сколько предприятий пришло сюда. Почему? А потому что здесь была очень маленькая заработная плата, очень много свободных рук. Условия были для того, чтобы в Финляндию перевезти предприятие или какого-то. А потом наступает момент, когда вот это тихонечко подравнивание-выравнивание исходит, условия плохие, в результате фирма уходит в какое-то другое государство. Вот правительство, задача, чтобы вот создать условия. Это и налогообложение, это и банковская система. Это мы гордимся коммуникацией. Да, в этом есть плюс. Это инфотехнология передач, пересылать деньги, например, или там, скажем, какие-то финансовые операции сделать. Вот время совсем мало надо для этого. Да, это условия созданы. Но похоже, что здесь пробуксовка идет. И в политическом плане пробуксовка идет, потому что рядом стоит большой сосед, восточный сосед, где безграничная, бездонная бочка для участия. Но в политическом плане мы туда не хотим идти. Мы такие гордые, что нас это не интересует. В результате мы, Игорь, простите, бьем по хвостам. Вот, наверное, эти события, это и недели, для которых для меня, например, были очень важны. Я на них так более внимательно смотрел. Спасибо, Олег Николаевич. Вот в продолжение прежней темы, о которой вы говорили уже, рабочих мест, хотелось бы вспомнить недавнее предложение министра юстиции Урмаса Рянцова, который считает, что для увеличения государственного присутствия ВДВИРУМа стоит перевести в наш уезд около тысячи рабочих мест публичного сектора. В том числе из главного офиса есть энергия около 400 рабочих мест, из Министерства окружающей среды 200, из Центрального аппарата Департамента социального страхования около 100 рабочих мест еще и так далее, там более мелкие. Валерий Николаевич, вот как вы к этой идее относитесь? В общем, сама идея, скажем, как идея, она в какой-то степени вселяет уверенность тех людей, которые здесь живут, например, к нам хотят делать. А с точки зрения, например, всего этого предложения, это самое настоящее, на мой взгляд, министр юстиции занимается популизмом, поскольку два года назад, вы помните, когда был опять такой же достаточно серьезный вопрос, не говоря о тысяче мест, а говоря о какое-то, наверное, количество, там, 100-200 человек, когда мы говорили об академии, которой стоило перейти. Ведь самый большой тормоз, который, вот, невозможности вот этого проведения, это не что иное, не что иное, как нежелание специалистов, которые уходят, скажем так, из мест, где они живут, это Таллин, там, вокруг Таллина, который-то, может быть, другие, там, Харьиума, Вимси, знаменитые поселки, где, или, точнее сказать, местное самоуправление, в которых живут люди, переезжать за 160 километров, там, даже до Таллин, до Нарвы, когда было предложение 200, там, чуть-чуть больше 200 километров, это первое. Во-вторых, я считаю, что ведь это же не то, что предлагает Рейнсел, это же не просто свободные места, да, то есть вот это вот, он предлагает перевезти специалистов. Это уже заведомо такая фантастическая, утопическая. Если бы он предложил, сказал, вот мы создаем, весть энергии, создаем, значит, тысячу мест. Другой вопрос в этом, в другом, а кто на эти места придет, насколько квалифицированы, подготовлены кадры будут именно работать вот в этой сфере и приглашать. Вы помните, что, например, года 3-4 назад было достаточно большое исследование, в которое принимали ученые Тартовского университета, и я присутствовал вот в Ихидском унитурном центре, был вот доклад ученых именно по перспективе развития, кадровой перспективе развития вести энергии. Очень интересные данные. 20,5 тысяч работало в тот момент вести энергии, причем к 2020 году должно уйти на, по возрасту, на пенсию должно было уйти 6 тысяч человек. Извести энергии. Причем самое интересное, там была цифра еще в том, что 80% только имеют на тот момент, вот 3 года назад, квалификацию, которая позволяет работать, выполнять свою работу, именно как энергетика. А 20% вообще не имела. Ну, подсобный материал какой-то, будем откровенно, вот в этой работе, или там подсобные производства, которые все это делают, это одно. Но меня очень насторожила, например, цифра о том, что к 2020 и 2021 году здесь энергии из этих 6 тысяч должно уйти тысячу человек с высшим образованием. Способен ли, например, наш сегодня, скажем, Тартутский университет, да и мне кажется, что он и не занимается вот этой энергетикой, это прерогатива Таллинского технического университета, способен ли он, например, восполнить эти кадры, которые требуются. Ну, вот я знаю, скажем, своему старшему сыну, который сейчас как раз вот тоже уже вторую, одну магистратуру закончил, сейчас как раз занимается, изучает и пытается, значит, как-то в силу свободного времени получить образование в энергетике, что там группы-то не совсем большие, они не способны восполнить вот этот большой такой, скажем, может быть, я сегодня, цифры поменялись, надо просто посмотреть, но ведь нужны специалисты для этих мест. Мало того, что сказать, вот мы сделаем 300-400 мест, а кто туда работать пойдет? Мы с вами, Игорь, наверное, не пойдем. Ну, вряд ли. Ну, вряд ли, правда, вести энергию. И вас, наверное, не пригласят, и меня тоже. Потому как квалификация совершенно в другом направлении. Поэтому мне кажется, что это просто популистский шаг, потому что у и самолит, и республики сегодня очень шаткое положение в плане предыдущих, предстоящих выборов местного самоуправления. И наверняка, в принципе, вот господин Рейсон, министр юстиции, хотел посыпать, наверное, да, чтобы на электорат посыпать для того, чтобы электорат немножко посмотрел в сторону и самолитой республики вот такими красивыми, особенно для Северо-Востока, зная наши трудности. Спекуляция, мне кажется, на трудностях Северо-Восток. — Спасибо. Согласно данным недавно проведенного опроса, опроса сфологического, который провела фирма «Сарпол», более трех четвертей эстонцев, то есть более 75% эстонцев, полагают, что для живущих в Эстонии знать русский язык необходимо. Вот, по правде говоря, это как-то очень неожиданные данные, вот для меня, наверное, для многих, особенно в свете того, как к русскому языку относятся правящие в Эстонии политики, какие высказывания иногда делаются. Валерий Николаевич, вот как-то вас не удивило это вот противоречие? — Ну, Игорь, вы тоже не первый раз занимаетесь, да, ведь, честно сказать, социологией, и сами участвуете в больших проектах, как социолог, я думаю, что, ну, по одному такому социологическому исследованию, наверное, трудно очень судить, правда? — Ну, наверное. — Да, потому что, если бы, например, сделать там второе, и такой второе независимой какой бы фирмы, и бы, наверное, было бы более точное расположение. Но, с другой стороны, в этом есть, наверное, все-таки и доля истины, потому как все-таки наличие, вот, кстати говоря, вот о санкциях, да, вот санкции более-менее как-то, наверное, обусловили или, точнее сказать, показали, например, с одной стороны, в том, что это дурость большая, потому как экономики нет границ, а мы сейчас с санкциями пытаемся какую-то границу. С другой стороны, показывало и показывает, например, о том, что вот эти все экспортно-импортные отношения между Российской Федерацией и Эстонией, они существовали, они сегодня под большим, конечно, ударом и прессом. Тот же самое молочные изделия, которые идут, например, ту же в Россию, попадают, скажем, через Литву, через Белоруссию, и везут в Российскую Федерацию. И я вот хочу сказать, что некоторые общения, скажем, вот на прошлой неделе у нас был в гостях, опять же, в городе был глава Сланцевского района, и очень такой частной беседе, он принимал участие, он принимал участие в Москве в большом форуме сельскохозпроизводителей, то есть рынок российского, я хочу подчеркнуть, как это происходит. И он говорит, что вот на этом рынке имел некоторые беседы с теми, например, те, кто занимается птицей, и кто выступал вообще, говорит, на этой сцене, они сказали, что, выступающие говорили о том, что ради бога, в принципе, не меняйте сегодня структуру, в принципе, управления и снабжения сельхозпродукцией в России, потому что мы через 5-6 лет, вот при таких условиях, мы способны будем, мы способны будем, в принципе, сами себя накормить, мы способны будем воспроизвести, скажем, птицу, яйца, молоко там, и все это дело, потому что сегодня все есть рынок, к сожалению, как они отмечают, отдан был на откуп всем европейским странам, везли, например, те же самые яйца везли, куриные яйца везли из Финляндии, они были, скажем так, по цене, производимой в Российской Федерации, конечно, на голову выгоднее было привозить из Финляндии, чем, например, давать дотацию свою, а сегодня получается, что вот с введением станции, сегодня настолько подстегнули экономику Российской Федерации, она стоит и работает, и сегодня же не зря, например, ситуация, вчера я прочитал о том, что президент Соединенных Штатов Обама, в принципе, продлил на один год еще санкции, толкает экономику к развитию, не зря, например, многие, уже многие, более половины, половина, например, руководство государств, особенно такие, как Италия, Франция, например, уже крепко говорит о том, что пора отменять этот период. Кстати говоря, сейчас идут обсуждения, наверняка, наверное, в мае месяце это будет обсуждаться, поскольку санкции вводятся с 1 июля, и были введены Европейским Союзом с 1 июля, и они, наверное, сегодня уже сами убеждаются о том, что это бесперспективное занятие. Тем более, например, о том, что с попыткой мудрого эстонского предпринимателя, наверняка, скажем так, человека, который мы видим, насколько, несмотря на то, что по количеству русских туристов, по количеству туристов, посещающих Эстонию, число не изменилось от предыдущего года, но на 34-36%, если я точно скажу цифру, количество приезжающих из России туристов стало меньше. Поэтому сейчас, мне кажется, что все равно, хотим мы или нет, но, по крайней мере, те люди, которые занимаются в какой-то сфере услуг, которые понимают, что без русского языка невозможно получить, скажем, заказы на эти услуги, я думаю, что вот отношение к русскому языку в Эстонии некоторая стабилизация наверняка произошла, если три четверти по данному. Но еще раз повторю, что если вернуться к социологии, то надо провести еще одно исследование. — В принципе, да, лучше, конечно, подтверждение. — Получить выборку может быть с большего количества людей, чем вот это данное исследование. — Спасибо. У нас буквально пара минут осталось еще передачи. Мне бы хотелось вот о чем, чтобы вы немножко рассказали. У нас в городе сейчас проходит выставка, очень представительная выставка икон, которую привезли из Новгорода. Это иконы, 12 икон. Но это не настоящие иконы, потому что настоящие иконы никто бы из России в таком количестве, вот такого там 12-13 века, древние, очень дорогие, очень ценные, вывезти бы не позволил. Но это копии, очень современными технологиями сделаны, очень точные копии этих иконы. Вот приезжала представительная делегация из Новгорода на открытие этой выставки, и она у нас в Белом зале до 12 марта будет работать. Многие люди еще могут успеть сказать. Вот несколько слов об этом, Валерий Курас. — Исаак Борисович Фрайман, который руководил этой делегацией, которую привязал, действительно говорил об ценности этих икон, потому что они, с одной стороны, бесценны по своему содержанию, они копии, но они сделаны близкие к той копии Адели, которая настолько была, что можно подумать, что они настоящие. Он мне сказал о том, что, например, вот 13-16 век иконы, которые правительство Российской Федерации, Министерство культуры разрешило только из новгородских икон, только один раз одну икону вывезти в Соединенные Штаты, причем там баснословные деньги были страховые, чтобы она никуда не попала. Практически невыездные иконы. Поэтому, если хочешь посмотреть иконы, скажем, 13-16 века новгородской земли, то надо ехать в Новгород. Поэтому ценность этой выставки в том, что мы видим уникальные вещи, которые практически где-то близки к такой содержанию этого дела. Там действительно, наверное, Сороковка я посмотрел, так технически потрогал, там доска, настоящая доска, как было на той же 40-50 миллиметров доска, на ней прямо икона, все в своем формате. Почему я хочу сказать о значимости тоже, не только в культурном, в интеллектуальном понятии вот эти иконы. А икона, эта выставка впервые выехала за пределы Российской Федерации, это раз. И во-вторых, сразу же на второй день были переговоры, и я в этом немножко участвовал, что после этого показа в нашем Белом зале эти иконы поедут в Русский культурный центр Таллина. Да, никто иной, как Евгений Томбер, который является руководителем филиала, большого филиала, скажем, в Эстонии, Андрея Первозванного, он руководит этим филиалом этого фонда, который везет, вот на Пасху везет всегда огонь, огонь привозит с Иерусалима, прилетает на самолетах, быстро все делает. Мы с ним переговорили по этому вопросу, и вот сегодня уже готовится собственно площадка для того, чтобы эта выставка произошла, пользуясь тем, что она в Эстонии, что эта выставка пройдет в Таллине. И приятно, с одной стороны, то, что обычно нам получается наоборот схемы, когда идут большие выставки в Таллин, а потом в Кухлояреве, а вот тут в Кухлояреве вот со своими партнерами решил к 70-летию города сделать, причем это под эгидой этого, как раз праздника проходит, сделать такой красивый подарок городу, и те, кто еще не видел, я пользуюсь просто возможностью, приглашаю посмотреть, просто походить тихонечко в самому, посмотреть, подрогать, то, что в оригинале стоит и вывешено, или экспонируется в музее, в музее Великого Новгорода, потому что это история православия, это 13-16 век, но воспользоваться, не воспользоваться этим, это как-то, мне кажется, несколько тот, кто этим занимается, кому это близки, понятные мотивы вот этих всех, я думаю, что здесь хорошая, хорошая возможность. И еще раз хотел бы поблагодарить руководство Великого Новгорода и, конечно, руководство музея, потому как с большой их работой, со специалистами, которые размещали эту выставку и очень много пропагандировали, рассказывали о том, что же и как все это, как это на каждой иконе, смысл, замысел вот того, кто создавал эти бесценные, бесценные культурные ценности. Ну, вот теперь уже получается сколько? Наверное, 500-600 лет назад. Так что приходите, посмотрите, воспользуйтесь случаем, что это выставка в городе Кухловяре. Спасибо. Уважаемые телезрители, сегодняшняя наша передача закончена. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»